Встреча с победой Такой шикарный кубок есть, действительно, можно только порадоваться, но я так понимаю, что все равно не ради него, конечно, все затевалось, не только ради него, хотя, наверное, все-таки приятно побеждать в таких выставках. Как вам, Евгений? Конечно, приятно и неожиданно во многом было победить. То есть мы, конечно, надеялись на то, что победим, но было достаточно много таких серьезных конкурентов, которые тоже вполне могли получить первое место. Павел, вам кто из конкурентов, интересно, запомнился? Ну, вообще, обращаете внимание на чужие проекты или нет? Чужие проекты всегда интересны тем, что мне интересно посмотреть то, что происходит в мире вокруг. То есть мы, предприниматели с Евгением, уже не первый год, но у нас у каждого свои интересы, свои направления бизнеса и охота посмотреть, что идет с точки зрения развития IT рядом. Другие направления. И проекты были нереально интересные. Вот что у нас там в Благовещенске больше всего любят? На что IT-шники нацелены? Давайте так, попробуем сейчас как-то структурировать в целом информацию, а потом расскажем про ваш проект. Ну, вообще, проекты касались, во многом касались здравоохранения, то есть различные IT-проекты, которые были рядом с медициной, и, естественно, сельское хозяйство. То есть интересные проекты были там по контролю, обработке, союзе. Ваш проект не относится ни к одному, ни ко второму. Давайте вот немножечко про сыт расскажем, что это такое? Что такое наш проект? Наш проект сервис Чек-Чек называется, да? Мы придумали ему такое своеобразное название. Он помогает бухгалтерам ускорить время создания авансовых отчетов, либо приходных накладных. Одним словом, мы с помощью чеков, которые покупаете в магазине ВД, сканируем QR-коды и данные о товарах, о расходах вносим в учетную систему. Так, а до этого как бухгалтера это делали? Это вручную как-то? До этого это делалось вручную. Ну, то есть, смотрите, в среднем на обработку одного чека у бухгалтера уходило, ну, в среднем, там, 5-9 минут. Ну, да, прилично. Нужно все взять, нужно все это перепечатать, нужно форму это внести и так далее. Мы вот эту самую сложную часть, рутинную, мы ее автоматизировали. А сейчас это сколько? Сейчас мы интегрированы с налоговой, в которой мы можем получать информацию полностью по чеку и, по сути, полностью все заполнение в среднем занимает минуту. Ну, минуту-три там, допустим, если там очень много всего, надо проверить, разнести и так далее. Откуда вообще эта идея взялась? То есть, вот помните, всегда самый интересный момент, как ожидается идея. Вот это же откуда-то берется? Ну, это, я уже говорил, два года назад примерно, плюс-минус, да, эта идея у меня появилась, что было бы интересно это что-то с чем-то делать. Вот, мы с Павлом как-то сидели, общались по этому вопросу, он говорит, о, а прикольно было бы это вот в Одинэнске. То есть, там есть спрос на это, есть авансовые отчеты, там много у бухгалтеров есть таких точек роста, которые можно автоматизировать. Вот, мы долго думали, и в этом году, там, я проводил семинар, один как раз, как-то про это заговорили, и одни из клиентов говорят, о, а нам это очень актуально, когда вы сделаете? Ну, Павел тоже как раз... А я как раз был на этом семинаре. А вот оно как и произошло, да? И вот здесь нашлось подтверждение тому, что это действительно нужно. Что это нужно, да? Ну, я так понимаю, пилотный проект какой-то, он уже есть, да? Вы и на выставке, собственно, его презентовали, показывали, да, как это все работает. А кто-то из бухгалтеров уже с этим поработал? Есть какие-то... Ну, смотрите, когда делается пилотный проект в наших историях, да, обычно мы тестируем на бухгалтерах. То есть, слава богу, мы на рынке уже не первый год, и мы, у нас есть люди, которые можно прийти и сказать, пожалуйста, протестируйте нашу обработочку, наш функционал, да? Хорошо. И благодаря первым неделям работы появляются, исправляются ошибки первые, и иногда происходит расширение функционала. То есть, была ситуация такая, что у нас бухгалтера начали тестировать, приехал человек с командировки, говорит, вот мои чеки, деньги я получил у вас, я хочу отчитаться. Они начали сканировать, 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 и понимают, что коллега был в Бурейском районе, в командировочке, а чек маленько из другого места, скажем так, принес. Вопрос, да? Раньше они на это бы не обратили внимания. Ох, вот это да! Ох, какие истории, да? Вот это вот революционная вещь, да? И когда раньше мы говорили, что наш проект делает то-то, 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 у нас появился еще один пункт, который можно сделать с помощью данного сервиса. То есть, контроль за тем, а все ли там правильно. Все верно. И это делает, фактически, это делается автоматически, для этого не нужен человек, да, участие человека. Ну, нужно, но время, которое человек затрачено, это сокращается в разы. То есть, там, кроме вот этой базовой технической части распознавания, есть еще часть, которая касается 1С, где в 1С это тоже упрощается. То есть, там уже и шаблонные есть варианты, то есть, можно сразу разносить, плюс система запоминает, как и что было раньше сделано. То есть, ну, мы стремимся к тому, чтобы это максимально упростить и ускорить для человека. Ну, в рамках выставки, я знаю, за победу вам вручили какую-то сумму определенную, да? Это будет, на проект пойдет эти деньги? Ну, конечно. Вообще, проект какой-то реализовать – это дорогое удовольствие. Вы уже, я так понимаю, имеете в голове какие-то цифры и перспективу его, да? Что можно, куда и как с ним пойти. Ну, вот у вас это в голове как рисуется в идеальном сценарии? Очень интересно. Я не знаю, стоит ли прям выкладывать все карты. Вы можете, хорошо, не все, хотя бы что можете, пытать не буду. Ну, смотрите, вот когда Амуртехно проходило мероприятие, я в Телеграм делился, там вот сториз есть сейчас в Телеграм, и достаточно большой хват аудитории. И мне начали уже писать партнеры из других регионов, там, например, с Краснодарского края, с Москвы и так далее, высказывать свою заинтересованность. Некоторые предложили свои новые интересные кейсы, как это можно использовать. Ну, например, есть водители, которые ездят там по области где-то еще, и им надо и по чекам контролировать топливо, и товаропродукты, которые они покупают. И, в принципе, можно отследить весь маршрут вот по этим чекам. То есть, это один из сценариев, да? Интересно, да, тоже интересно. Плюс проект этот, ну, такой он стартаперский, то есть, мы его изначально решили, как сказать, не заваливать финансированием, да, это проект, который должен развиваться сам. То есть, при минимальной поддержке. В целом, мы оцениваем, ну, на базовом уровне нам потребуется где-то от одного до полутора миллионов, плюс, ну, дальнейшее продвижение там до двух, до трех вполне себе возможно. И в связи с этим мы планируем участвовать дальше в различных конкурсах. Возможно, войти в Сколково или, возможно, куда-то еще, да, площадок сейчас на самом деле очень много. Либо получить финансирование от РФ РИД. Ну, есть тоже различные организации, которые предлагают различные меры поддержки. Почему, вот, действительно, у вас спрашиваю, вы уже люди достаточно опытные, молодые, начинающие предприниматели, которые, возможно, тоже реализуют свои проекты, не всегда понимают, что делать, где взять денег. Ну, вот, на самом деле, вот, Евгений уже отчасти ответил, да, что сейчас хватает источников, где можно получить финансирование и, насколько я понимаю, даже идеями обменяться, да, и как-то усовершенствовать проект, верно? Скажу так, если бы мне сейчас было до 25 лет, я бы, скорее всего, сходил в мой бизнес, не знаю, можно говорить об этом или нет, и получил грант до полумиллиона рублей. То есть, в принципе, сейчас есть возможности реализовывать любые проекты, любые идеи. Ну, буквально вчера конкурс начался, он там месяц вроде бы будет идти. Ну, а вообще у нас… Жаль, что не было у нас такого. Это правда, действительно. Ну, на самом деле, да. Действительно, мне кажется тоже, что у молодежи сейчас огромное количество возможностей. На Амуртехно, я так надеюсь, их было много достаточно, чтобы вот посмотреть, что у нас есть потенциал в области айтишной. Правда, что… Ну, на самом деле, вот мы смотрели детские проекты, есть достаточно интересные. То есть, да, им не хватает опыта, им не хватает проработанности проектов. Ну, это вообще нормально, мне кажется, для их возраста. Ну, мы с Павлом тоже обсуждали. Да. Если смотреть, ну, грубо говоря, если у них будет наставник, который им поможет, поддержит их в этом направлении, наставник не тот, который ведет проект вместе с ними, да, имеется в виду не технический наставник, а именно бизнес-наставник уже собственной предпринимательской деятельности, я думаю, проекты многие могли бы выстрелить. Возможно, не совсем в ту сторону, вот как они сейчас задумали, да, потому что есть там проекты, которые на самом деле, возможно, стоят смотреть в другую сторону. Но потенциал у нас большой, да. Но потенциал большой, то есть, ребята развиваются, интересные проекты. Я думаю, в дальнейшем, если этот конкурс будет продолжаться, я уверен, что это будет так, мы получим на горизонте 5-10 лет, мы получим хороших специалистов. Вообще, изобретательское вот это движение, это очень правильное направление. Я тоже в этом уверена. Вам спасибо и за веру в будущее, и за то, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо вам, спасибо вам. Я напоминаю, что сегодня в студии был Евгений Иванов и Павел Щербаков, победители ежегодной инновационной выставки «Конкурс Амуртехно». Вы смотрели «В центре внимания». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...